Здравствуйте, Юлия, Ваш вопрос. Я шесть лет во Христе, люблю Господа и служу Ему. Бог меняет и преображает каждую сферу моей жизни. Но есть одно, что заставляет терять мир, и я, конечно, борюсь, не сдаюсь. Но надо понимать, от чего. Прежде чем принимать лекарства, нужен диагноз. На протяжении уже лет трех я, а теперь уже и мы с семьей живем в съемном жилье. И нас просто атаковали насекомые. Были уже всех видов и мастей. Перечислять не буду, но не очень приятно это все. Но разнообразие поражает. Есть ли у Вас какое-либо слово для нас? Все, что по силам делаю. Юлия, наверное, здесь надо начинать с понимания того, что у нас есть власть. Власть над этими же и насекомыми. То, что давал Бог Адаму, он это не забирал. С одной стороны, враг, конечно, атаковал и эту сферу жизни. Но с другой стороны, во Христе Иисусе нам все это возвращено. И поэтому вы можете очистить свое жилище и на духовном уровне через то, что сначала вы принесете покаяние за всех тех, кто там жил. И заместительное покаяние позволит атмосферу поменять. После чего насадите атмосферу, которую вы имеете внутри своего сердца. Если вы уже живете со Христом и внутри вас есть этот шалом, мир, взаимопонимание, почтение друг к другу. Когда нет гнева, крика в адрес детей, мужа, жены. Когда вы между собой нормально, полноценно общаетесь, то вы уже созидаете новую атмосферу. Но ее сначала надо вычистить, чтобы созидать на правильном основании. А потом запретить этим насекомым переползать границы вашего жилища. Понятно, что вы можете использовать и различные средства, но сначала надо это сделать на духовном уровне. И тогда уже прибегать и к следующим этапам. Потому что на самом деле все, что мы имеем как раздражители, это сигналы, прежде всего из духовного мира, а в физическом они проявляются. Поэтому побед вам, благословение, используйте власть духовную на основании, поставленной в вашем сердце и в ваших взаимоотношениях с мужем и с детьми. Потому что есть еще одно слово, которое могу вам дать в основании вашей молитвы. Если двое из вас на земле согласятся, 18 глава Матфея, с 18 стиха и ниже, то, чего вы не попросите, будет вам от Отца Небесного. Поэтому соглашайтесь, молитесь, просите, утверждайте. Но сначала очистите территорию. Всего доброго. Следующий вопрос. Анонимный. Поэтому не прочитываю имя. На мой взгляд, немаловажный вопрос по отношению ко Христу, который распространяется и этим заражаются духовные младенцы, достаточно влиятельные и знающие люди. Свободно представляют Христа, употребляя жаргон. Говорят о том, что он, прошу прощения, может прикалываться, тусоваться и могут даже произносить, на мой взгляд, неприемлемые фразы в отношении его. Я понимаю, что он просто велик, но я не полагаю, что его фразы и взгляды на людей могут выходить за рамки приличия и этикета. Я полагаю, что человек может получить верную информацию от Бога, но преломить это сквозь свое еще не до конца исцеленное воображение и передать все совершенно иначе. Пожалуйста, прокомментируйте это. И вообще, не является ли это понебратством, небрежностью к личности и образу Спасителя? Я согласна с вами в данном случае на 100% в том смысле, что Бог, он остается Богом всегда. И в книге Малахи Господь обращается к человечеству и говорит, если я Бог, то где благоговение передо мной? Если я Отец, то где почтение передо мной? Его природа, она остается и отцовской, и божественной, поэтому почтение и благоговение, и страх Господень, кстати, как один из таких тезисных моментов, но очень важных, переходит из Ветхого Завета в Новый Завет, и никто это не отменял. На самом деле, это не знание своего Бога, когда позволяются себе подобного рода фразы. И небрежность в отношении, небрежность в адрес Небесного Отца, либо в лице Иисуса Христа, это просто непонимание сути вещей. Поэтому хочется, чтобы вы могли благословлять таковых людей. И откровения, если они какие-то передают, то берите суть, а не берите шелуху словесную, потому что слово, сказанное солью и приправленное благодатью, это то, что нам предлагает апостол Павел иметь в своих устах. Поэтому в данном случае не попадайте на позицию осуждающего человека, но в то же время не вставайте на эту позицию, как человек, который бы стал произносить подобные фразы в адрес Неба. Я думаю, то, что режет нам слух, это режет слуха Богу. Поэтому передайте их просто в руки Божьи и благословляйте. А мудрость и точность исповедания исходят из личных взаимоотношений и встреч. И когда они есть, они на самом деле преобразуют самого человека, который встречается. Потому что мы преобразуемся в тот образ, на который смотрим и на который взираем. И от славы в славу преобразуемся. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, Ирина. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли грехом пить вино? Не напиваться, естественно, а просто за ужин выпить бокал хорошего вина? Друзья мои, я хотела бы здесь сделать некоторый такой, может быть, акцент. Есть у всего причины, есть у всего основания. Если нам Священное Писание говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, то, значит, есть альтернатива. И если мы говорим о том вине, которое было в одни апостолов, и то, что в Кане Галилейской, то там мы не видим в этом греха, а наоборот, даже Христос его размножил. Но если мы рассматриваем, вернее, превратил воду в вино, если мы рассматриваем современность, то от того вина, который был и сейчас, огромная разница. И я бы не называла грехом употребления, так скажем, какого-то бокала, но в данном случае я хотела бы вам предложить анатомию вопроса. Что происходит с организмом? Что происходит с кровью? Если вы слышали эти исследования, то будьте аккуратны в употреблении. Но если говорить о генетике русского человека, то она настолько заражена, что вот эту границу многие люди вообще не видят. Поэтому здесь выбирайте вы для себя, но помните, что культурное питье очень часто заканчивается печальными последствиями. И когда-то сказала мать Соломону, не царям пить вино. Поэтому взвешивайте сами и аргументы, и за, и против. Но если в вашем роду есть подобного рода проблема, то вы знаете, что я вижу на практике. Люди, которые себе сделали здесь зеленую улицу, практически дети уже в этом семействе перестают видеть эту границу. Они идут дальше, они сами становятся заложниками, и родители тоже в том числе. Потому что уровень, кстати сказать, это вот врачи говорили, уровень раздражительности, он приходит на такую позицию, как будто язвенная болезнь у человека. Даже после небольшого употребления на утро может быть раздражительность. И люди все, многие не понимают, от чего у меня раздражительность. Говорят, настроение плохое. На самом деле в организме происходит вот такой сбой или такая реакция на те мертвые клетки, которые в мозгу отмирают от небольшого количества спиртного. Поэтому в данном случае я вам говорю о анатомии вопроса, но предлагаю вам ее изучить. Поэтому грех в том, что мы разрушаем свой организм в таком случае. Поэтому пусть вам Бог даст мудрости, разумения, упивайтесь Духом Святым, и все будет на своих местах. Всего доброго. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Он, кстати, тоже анонимный. Я член церкви, я так понимаю, Баптистской, Михайловка, Волгоградская область. У меня к вам вопрос. Как вы совмещаете то, что вы пастор и жена одновременно? Ведь жена должна слушаться своего мужа, а ваш муж должен повиноваться пастору, коим являетесь вы. Прежде всего мы оба пастора. Во-вторых, есть разница иметь семейные взаимоотношения и иметь пасторскую ответственность. В-третьих, если люди в почтении друг к другу относятся в обычной жизни, то и в позиции власти тут не будет никаких перекосов. Здесь есть почтение, взаимоуважение и способность слышать друг друга. И когда это есть, то все на своих местах. Поэтому не переживайте по моему поводу. Пусть Господь вам поможет иметь гармонию в своей семье. От Игоря вопрос. Когда Иисус сказал, кто без греха первый бросит у него камень, как это понимать, что все это время, пока Иисуса не было, они поступали неправильно? Но тогда возникает вопрос. Моисей услышал это от Бога или от себя? Это добавил закон. Что тут непонятно? До Иисуса блудниц побивали камнями, Иисус говорит, я и Отец едины, что то, что слышу от Отца, то и говорю. Значит, до Иисуса, когда побивали камнями, Отец также хотел сказать побивающим. Кто без греха первый бросит в нее камень? И дальше еще такая ремарочка. Думаю, что Моисей написал это от себя, так как был жесток с сердцем. Извиняюсь, забыл спросить, заблуждаюсь я или нет? Если заблуждаюсь, то в чем? Игорь, есть элементы заблуждения, что от себя Моисей не добавлял, первое. Второе, это была глубочайшая причина, почему побивали камнями. Потому что род прелюбодейный, у него есть свои последствия. Сегодня мы имеем общество, которое очень во многом имеет таких детей. Результат прелюбодеяния, рожденных вне брака. Это во многом люди, которые борются за жизнь, потому что в их жизни нет вот этого блага поспешения. Потому что есть открытые двери для проклятия и разрушения таких судеб. И Господь таким образом предостерегал людей, чтобы их общество не попало под такую раздачу демонических предложений. Более того, именно из этого рода или из этого народа должен был выйти Иисус и генетика, за которой он внимательно наблюдал, чтобы она не имела доступа или не пересеклась с природой блуда и с природой идолопоклонства. Жрицы, которые как раз вот в этом блуде во многом участвовали. Поэтому такой был жесткий подход, не потому что Моисей был жестокий. Как раз о Моисее сказано, что он наикратчайший человек. Что касается Нового Завета, здесь появилась уникальная возможность в Иисусе Христе получить свободу от предыдущих проклятий поколений. Потому что Иисус на себя возьмет все эти проклятия. И это в ближайшее время, с того момента, когда Иисус там с блудницей разбирался. Поэтому да, жестокосердие, оно приходило к людям. Более того, почему привели одну женщину, а где мужчина, с которым это прелюбодеяние происходило? Почему на женщину такой был сильный удар, потому как рождение ребенка происходило через нее? И поэтому, чтобы не происходило проклятого рода, то останавливали таким жестким путем. Поэтому в данном случае Иисус, естественно, вносит вот эту волну милосердия, потому что появляется новый путь выхода. Соответственно, Господь его хочет донести до людей и доносит тем путем, как это сделал Иисус. От Милены, Флорида. У моего шестилетнего сына было откровение в ночи. Слово Господне, повинуйтесь своим родителям Господи. После чего мне сын говорит, мамочка, так я должен тебя слушаться, так как ты в Господе. Муж, папа ребенка, оставил семью в 14-м году. С тех пор проводит 45% времени с ребенком, не научая его ничему хорошему, приводя блудниц в дом, когда находится с ним ребенок. Манипулирует им и имеет контроль и негативное влияние на него. Как мне, как маме, любящей Господа и воспитывая моего сына, в наставлении учения Господнем действовать в такой ситуации? Необходимо ли разрушать душевную связь с Папой в духовном мире, чтобы он не имел негативного влияния на душу ребенка? На сыне моем, которого я положила на алтарь Божий, пребывает рука Божья. Он имеет откровение, видит сны пророческие. Неделю назад видел сон, как Иисус взял его за руку, вознес на небеса и показал ему рай, всю красоту небесного Иерусалима. Мальчик все описывает в деталях. Я хочу сказать вам, Милена, прежде всего важно ребенка настраивать на благословение Отца, то есть молиться за Него. Не обижаться и не судить. Иначе суд откроет доступ вот этому каналу, который вы хотели перекрыть. Здесь работают духовные законы. Поэтому в любом случае вопрос почтения к отцу, потому что он отец, надо формировать в сердце сына. Но не почтение к поступкам, которые сейчас могут его неправильно настраивать. Поэтому вы вправе обговаривать с вашим мужем, когда вы даете ребенка, на какие мероприятия он его берет, или где он проводит с ним время. Потому что у вас есть естественное право, как у матери, защитить от разложения, которое в этом мире так много. Поэтому вы можете с ним обговаривать и молиться вместе с сыном, говоря с Богом об этом вопросе. Потому что на самом деле, как Бог умеет защищать, но вы не стоите в стороне и думаете, что я только в духовном мире буду решать этот вопрос. Духовном – это закон, не судите, не судимы будете. Почтение к отцу позволит выстроить стену, защитную для этого ребенка от грехов отца. Потому что в данном случае он сам заложник отец, заложник какой-то проблемы, которая сейчас им владеет. Поэтому думаю, что здесь сначала используйте ресурс человеческий по отношению к мужу договариваться, или к бывшему мужу, как и куда ваш ребенок пойдет. По отношению ребенка, чтобы он был под защитой почтения, потому что тогда к нему не придет это зло. И третий момент – отделите от него уже те картины, которые он мог видеть негативные. Положите руку на затылок вашего ребенка и помолитесь. Благословите, чтобы Дух Святой откорректировал все неправильные образы, которые в его мозгу, в его памяти могли остаться. И таким образом защищайте кровью Христа, ставьте крест между вашим ребенком и всеми негативными картинами, где он когда-то мог видеть или еще может увидеть. И защита пусть будет умножаться по вашим молитвам. Еще один вопрос от Елены. Вопрос смирения. Что это такое? Потому что услышала пророческое слово в свой адрес по поводу смирения. На самом деле на эту тему у меня есть проповедь, вы можете найти ее, связанная со смирением. В названии проповеди будет слово смирение. Но в то же время я хочу вам буквально коротко сказать. Смиряться перед обстоятельствами – это не то, что Бог называет смирением. Жить с миром в сердце и смиряться под крепкую руку Божью. И воля Божья о нас – это не всегда то, что нам комфортно сейчас делать. И смириться – это значит принять его волю к исполнению. А тогда, когда люди просто пытаются сделать вид смиренный, либо смиряться перед обстоятельствами и просто, так скажем, ждать доброго времени для действия, когда оно уже наступило, вот это нельзя делать. Поэтому различить смирение Божье от смирения в глазах человеческих – это важно. И тогда, когда вы будете смиряться под крепкую руку Божью, то противостанете дьяволу – это второй шаг. Смириться, покориться под руку Божью и противостать врагу. И тогда он убежит. Тогда вы для себя отделяете новые территории и их осваиваете. И, скорее всего, Бог это имел в виду, чтобы вы подчинились его воле, использовали власть духовную, прогнали врага с тех территорий, где он еще вольготно себя чувствует. Это касается как вашей личности, так вашей семьи, так и вашего окружения, связанного с призванием. Поэтому расчищайте территорию, смиряясь под крепкую руку Божью, применяя власть. Благословения вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok